Эти экспонаты трогать запрещено, обработаны химикатами от насекомых. Вот и остается посетителям смотреть да слюнки глотать. В музее краеведения открылась выставка, посвященная рыбному и соленому промыслу. Орудия лова, макеты, фотографии и чучела. Например, этих рыбин выловили из Волги в 70-х. Выставку привезли из Астрахани. Ехали экспонаты двое суток, не спеша, чтобы не повредить самое хрупкое – рыбьи плавники. Нашим сотрудникам пришлось специально одевать колпаки на эти плавники, чтобы предотвратить их от поломки. Сюда привязывается крючок, насадку, червячка, мотыля, кузнечика. А вот он уверяет, что стал забывать, как поймать да высушить рыбешку. Геннадий Васильевич сегодня открыл очередной сезон снастей и наживок. С удочкой сидит несколько часов, но с 7 утра ни одной поклевки. В последние годы, говорит рыбак со стажем, частенько уходит с берега голым, то есть без улова. Душу отвезти, да и только. Из Волги получается сейчас натуральное болото. А раньше у вас уловы большие были, но отличаются от нынешних? Большие, раньше большие были уловы. И для любителей, и профессионалы ловили, и раньше и осетр ловили, и стерлить ловили. А сейчас вот такую рыбу, эту вообще здесь и не встретишь. Это саратовские красавцы. Так зовут здесь крупных лещей из местных вод. На предприятии по переработке рыбы сегодня ждут очередной завоз. Местные рыбаки должны доставить улов. Саратовского товара тут процентов 30. Остальное везут из Астрахани. Туда же от нас уплывает вобла, чихонь и неплохой процент выручки. По распределению, то есть ловили в нашей речной акватории Волги, Саратовской. Привозили сюда больших стерлядок, привозили осетров. И здесь, скажем так, это все вялили, коптили и перерабатывали. Вот эти времена, те канули в лету. Больших рыболовных траулеров сейчас на Волге тоже напересчет. Капитаны рассказывают, что раньше улов давали почти ежедневно, тонн по пять в сутки. Сейчас столько же, но в месяц. Очищать реку некому. Раньше этим занимались рыболовецкие колхозы. Но, похоже, и об этом скоро будут рассказывать лишь в музеях. Кристина Трушина, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.